Сайтов и заказываем там гостиницу. Известный вам проект, наверное, Airbnb. Это горизонтальная система, которая занимается связыванием ресурсов между тем, у кого есть квартира и те, кто хотят в них остановиться. Но, естественно, за плату, когда получает плату за это и тот человек, который сдает квартиру. И сайт как посредник этого матчмейкинга между тем, у кого есть квартира и тот, кто в ней нуждается, соответственно, их связывает. И есть модель сайта, который называется Houchsurfing, который, возможно, вам тоже знаком. Это то же самое, когда люди могут останавливаться у других людей в других странах, но здесь они это делают бесплатно. Потому что за этим есть идеология взаимопомощи, за этим есть идеология, что люди должны помогать друг другу, что таким образом мы развиваем какие-то культурные связи. То есть очень похожие задачи могут выполняться на совершенно разных пониманиях того, как устроен наш социальный мир. Должны ли мы обязательно монетизировать это посредничество и вот этот механизм эффективного распределения, должен ли он обязательно быть монетизирован или он базируется на каких-то общих идеях взаимопомощи. Это уже решение идеологическое. Поэтому за краудсорсингом может стоять разное социальное воображение, разное понимание, как устроены наши взаимоотношения и как устроен наш мир. И при этом задачи, которые выполняются, это задачи очень похожие. Еще один проект в этой области, который мы делали рядом с наших коллег, которые находятся здесь в аудитории, проект виртуальная рынка, который опять же в данном случае является проектом по связыванию ресурсов, по эффективному связанию между тем, кто нуждается в помощи, и тем, кто хочет помочь. И в данном случае, опять же, идеология, которая за ним стоит, это идеология, связанная с взаимопомощью, это идеология, в которой нет элемента монетизации. Но есть элемент понимания того, что краудсорсинг это горизонтальная система связывания ресурсов тех, кто готов их предоставить, потому что они хотят помочь, и с теми, кто в этих ресурсах нуждается. Здесь при этом важно сказать, что если все-таки монетизировать краудсорсинг, то здесь есть очень интересный принцип, есть очень много интересных расследований, которые, например, говорят о том, что если у вас есть какие-то микрозадачи, то даже если вы повышаете оплату тем, кто эти задачи выполняет, качество выполнения задач не повышается. Почему это происходит? Потому что люди всегда хотят, чтобы им платили больше. Поэтому сколько бы вы людям не платили за выполнение небольших каких-то задач в рамках краудсорсинга, как это может быть через Amazon Torque, как это может быть через Crowdflower, все равно им будет недостаточно. Поэтому если вы уже решили монетизировать краудсорсинг, то надо понимать, что далеко не всегда большая оплата означает лучшее качество. И опять же, есть достаточно интересное исследование, которое связано с финансовой мотивацией для исполнения краудсорсинговых задач. Что еще достаточно интересное стоит отметить в области краудсорсинга, что сегодня краудсорсинг все больше переходит в мир материального. Это происходит благодаря появлению таких технологий, как трехмерные принтеры. То, что очень интересно описал в своей последней книге Крис Андерсон, главный редактор журнала Wired, и достаточно такой интересный, так у меня опять убегает моя презентация, интересный визионер в области информационных технологий. Сегодня вы можете объединять ресурсы через интернет для того, чтобы производить какие-то физические примеры. Причем, поскольку мы знаем предметы, поскольку мы знаем, что трехмерные принтеры бывают разные, они производят разные вещи в зависимости от принтера, то, например, люди с разными принтерами могут объединять свои ресурсы, производить разные детали, потом объединяться и таким образом производить что-то общее на базе того, что краудсорсинг это заканчивается временем. Не-не-не, я прошу прощения, я хотел просто прервать. Мне кажется, очень круто, что мы находимся именно в Hackspace, потому что буквально вот за этой дверью находится реально самое большое скопление 3D принтеров вообще в Москве, и в том числе находятся самые крупные в России 3D принтеры, которые, в принципе, находятся сейчас в России. Так что, я думаю, если вы постучитесь, то Иван, директор лаборатории 3D печати, сможет сделать вам небольшую дискурсию. Вот, поэтому действительно феномен трехмерных принтеров, с которыми вы здесь можете ознакомиться, он очень интересный. Здесь, опять же, не очень хорошо, наверное, видно, здесь фотографию, которую я сделал в Варшаве, в Hackspace, подобном Варшаве, и что здесь очень символично, что здесь стоит компьютер, а рядом лежит топор. И, соответственно, вот это смешение классического производства очень физического и информационных технологий, оно сегодня становится очень явным, и благодаря этим технологиям мы видим, что краудсорсинг выходит на новый уровень, и он, по сути, предлагает новые модели индустрии. И то, что, как бы, Крис Андерсон, которого вам здесь, опять же, наверное, не видно, называет новой индустриальной революцией. Если все это подытожить, если мы говорим о ваших конкретных проектах, я попытался вот в этой линейке сформулировать, как, собственно, можно разрабатывать краудсорсинговый проект. Прежде всего, нужно определить задачу. Причем задача касается не только... Я, кстати, всем, кому интересно, пошлю эту презентацию, и она будет выложена на сайте, поэтому, если будет такой интерес, она вам всем будет предоставлена. Прежде всего, определение задачи. Определение задачи важно достаточно четким. Это должна быть задача и по характеру задачи, и по региону охвата этой задачи. То есть, хотите ли вы решать задачи в конкретном районе, в стране, глобально, какие именно типы задач вы хотите решать. Потому что, опять же, наш опыт, в том числе с проектом, который опомнил рынок, показывает, что слишком широкий, например, спектр задач, он начинает быть проблематичным, потому что тогда уже не очень непонятно, какой целевой аудитории вы хотите обращаться, какие ресурсы вы хотите мобилизовать. И таким образом это создает дополнительные проблемы в работе краудсорсингового проекта. В тот момент, когда вы определили тип задач, вам дальше нужно определить, какие ресурсы вам необходимо мобилизовать для того, чтобы эту задачу выполнить. Будут это финансовые ресурсы, физические ресурсы, сенсорные ресурсы, аналитические ресурсы, тот список ресурсов, о котором я вам говорил, в зависимости от того, что необходимо для достижения той задачи, которую вы перед собой поставили. В зависимости от задачи и от типа ресурсов, которые вы определили, дальше вы переходите к следующему элементу, это аудитория мобилизации. Кто ваша целевая аудитория, кто потенциально обладает теми ресурсами, которые вы хотите мобилизовать. Это может быть бесконечная аудитория, можно обращаться ко всем. Но тем не менее, когда вы продвигаете ваш проект, можно нацеливаться на какие-то платформы, на какие-то социальные сети, где потенциально находится наиболее высокая концентрация людей, которые обладают тем ресурсами, которые вам необходимы, или которые потенциально готовы с вами поделиться ресурсами по тем или иным причинам, потому что у них есть та или иная мотивация. Но опять же, если ваш проект требует мобилизации каких-то профессиональных ресурсов, то надо тогда искать профессиональные сообщества. Если это какая-то ограниченная сеть, и если вы хотите, чтобы там был повышенный уровень доверия, то, соответственно, надо обращаться к ресурсам, где вы знаете, кто эти люди, или у вас есть больше возможностей проверить, кто эти люди, или формировать платформу для сообщества вокруг этой платформы. Как, например, в случае Ринда, там есть не только механизм мобилизации людей, но есть небольшая социальная сеть, где каждый регистрируется. И дальше, кстати, тот же элемент, который здесь, кажется, звучал в некоторых проектах, что вы создаете краудсорсинговый инструмент, но при этом вы создаете и пространство для сообщества тех, кто вокруг этих задач работает. Механизмы мобилизации, непосредственно какие инструменты вы используете, есть ли открытые краудсорсинговые платформы, которые, как на Шахиде, которые можно использовать. На самом деле, краудсорсинг можно делать просто через группу Фейсбука, если вы открываете какую-то группу, и вам необходим какой-то ресурс, то можно это делать и так. То есть надо определить для себя, как именно вы хотите мобилизовать эти ресурсы. Структура мотивации, почему эти люди будут готовы с вами делиться своими ресурсами, будет ли это какая-то идеологическая причина, будет ли это какая-то финансовая мотивация, как вы формируете эту мотивацию, как вы объясняете, что. Потому что у всех у нас, как мы знаем, ресурсы ограничены. Поэтому здесь очень важно привлечь внимание и осознать, почему, собственно, люди будут участвовать и отдавать какую-то частичку от своих ресурсов для вашего проекта. Дальше механизмы информирования, как люди узнают о существовании вашего проекта через средства массовой информации, через социальные сети, через какую-то социальную рекламу. Опять же, в зависимости от целевой аудитории, в зависимости от характера проекта, это очень-очень важно, потому что никакой краудсорсинговый проект, вы можете создать самую потрясающую платформу, но если люди не будут знать об этой платформе, то это просто не будет работать, потому что краудсорсинг зависит от существования крауда. То есть, в тот момент, когда у вас нет потенциальной аудитории, то это не будет работать. Механизмы верификации в ряде проектов, они очень важны, потому что вы должны проверять, насколько хорошо исполняются ваши задания, если это какие-то аналитические задания, насколько вы можете доверять людям, которые доверят вам свои ресурсы. В краудсорсинге, например, это менее важно, потому что в тот момент, когда вам дали деньги, соответственно, вы эти деньги на проект получили, но опять же, в очень многих случаях, особенно когда речь идет о сенсорных ресурсах, если вы хотите получать информацию о том, что человек видит вокруг себя, вы хотите знать, можете ли вы доверять этому источнику, потому что если нет, то, может быть, эта информация является неправильной. И, наконец, последний элемент – механизм фидбэка. Очень важно людям давать какую-то обратную связь относительно того, как их ресурс помог достижению цели, потому что это является частью их мотивации для продолжения участия в проекте, для продолжения работы с вами. Если механизма фидбэка нет, то первый раз человек может поучаствовать, но потом очень может быстро его потерять, потому что человек не знает, что, собственно, произошло. Мы видим, например, очень хороший механизм фидбэка на краудфайнинговых платформах, когда людей потом приглашают, им предлагают, если они вкладывают в какой-то товар, им предлагают первыми получить этот товар, если им помогают с каким-то фильмом, то дальше они приглашаются на презентацию этого фильма, но так или иначе механизм фидбэка, он принципиально является важным. Ограниченный краудсорсинг, я уже упомянул, что очень часто вы не хотите обращаться ко всей сети, вы хотите обращаться к какой-то ограниченному кругу, это повышает потенциал, профессионализм и повышает потенциальные возможности верификации тех данных, которые вы получаете. Еще один интересный пример это интеграция открытых данных и краудсорсинга. Здесь мой коллега из США Эндрид Тернер показал очень интересные кейс-стадии, как он использовал краудсорсинг для выполнения очень конкретных задач. Он хотел найти, где ему купить квартиру в городе Вашингтон. То, что он для этого сделал, он собрал на карту все возможные открытые данные относительно уровня криминала, относительно качества школ, относительно инфраструктуры, нанес все эти данные на карту и инфраструктуру транспорта, получил по своим запросам те районы, в которых больше всего квартиры соответствовали его интересам, он добавил ко всему этому еще данные о продаваемых квартирах, а потом попросил еще через краудсорсинг у аудитории давать рекомендации, какие районы оптимальны. Таким образом, через открытые данные и подключение общей сети людей, их знания относительно тех иных районов, он выбрал квартиру через интеграцию открытых данных о существующих квартирах, о тех районах, которых он искал, и, соответственно, рекомендации людей, которые ему давали через эту платформу. Я подхожу к концу, еще пара замечаний, которые мне важно сказать, что иногда возникают очень интересные модели, которые позволяют интегрировать бесконечный краудсорсинг, неограниченный и ограниченный краудсорсинг. Здесь, например, история вокруг недавнего тайфуна, который был на Филиппинах, когда существует группа профессиональных crisis-мэперов, людей, которые собирают и анализируют данные о кризисах, которые называются Standby Task Force, и они помогают разным гуманитарным организациям, прежде всего он, собирать информацию о том, что происходит, и давать им какие-то продукты информационные, которые рисуют ему очень хорошую картину на базе данных в социальных сетях, на базе сообщений из разных источников из места катаклизма о том, что там происходит. Но это ограниченная профессиональная группа в несколько сотен человек, а данных очень-очень много. И чтобы обработать все эти данные, была разработана платформа, которая позволяет анализировать фотографии любому непрофессиональному источнику на базе всего одного клика. Вам дается фотография, которая поступила из региона, и вам нужно сказать, например, там есть затопление или нет затопления, есть там разрушенный дом или нет разрушенного дома. То есть это что-то, что может выполнять непрофессиональную аудиторию. Это ресурс, который может быть, задача, которая может быть выполнена на базе непрофессионального ресурса. И получилась система, что базисный уровень задач по анализу фотографий выполняется непрофессиональной аудиторией. Дальше уже эти данные, которые прошли первичный анализ, поступают в более закрытые сети, которые являются, я заканчиваю, которые являются более профессиональными, которые уже обрабатывают эти продукты и уже передают их в организации объединенных наций. То есть вы можете строить проекты, которые включают в себя оба типа краудсорсинговых ресурсов, профессиональные и непрофессиональные. Последние два слайда я только хочу процитировать, опять же, своего другого коллегу Патрика Мейера, который говорит, что краудсорсинговые платформы – это только на 10% технические задачи, а на все остальное – это проблемы организационные, социальные. То есть как вы формируете свой проект, как вы его продвигаете, какие люди с вами работают. То есть здесь очень важно понять, что разработать платформу – это еще не значит решить проблему. Решить проблему – это если у вас люди, которые будут с этой платформой работать, это если вы правильно поставили задачи, это если вы правильно платформу продвинули и так далее. Потому что исследования показывают, например, недавнее исследование, что есть такая платформа «Краудмэп», которая по сути простой формату «Шахиди», что 93% из платформ, которые были сделаны в «Краудмэпе», в них было всего не больше 10 сообщений. То есть абсолютное большинство краудсорсинговых платформ, которые создаются на базе «Краудмэпа», они являются не очень эффективными. И, наконец, последний слайд, который подытоживает то, что я хотел сказать. Итак, что важно? Прежде всего, важно это определение цели. То, как вы определяете цель, насколько точно вы понимаете связь между вашей задачей и типом ресурсов, которые вы хотите мобилизовать, является принципиально важным для успеха вашего проекта. Структура ожиданий относительно вашего проекта. Если вы строите слишком высокие ожидания от вашего проекта, то может быть кризис доверия как внутри группы людей, которые с вами работают, которые ожидают быстрого успеха, а он не работает, так и с точки зрения вашей аудитории, если вы говорите, что ваш проект решит все возможные проблемы, будет волшебной палочкой. Краудсорсинг — это никогда не волшебная палочка, это всегда достаточно сложный инструмент, который работает только если его правильно использовать. И, наконец, последняя проблема — это истощение ресурсов. Проблема, что поддержка краудсорсинговых проектов от вас, от тех, кто запускает проекты, требует достаточно больших ресурсов. То есть вы хотите мобилизовать ресурсы, но чтобы мобилизовать ресурсы более обширные, вам нужны свои собственные ресурсы для того, чтобы этот проект поддерживать, реализовывать и так далее. Поэтому здесь очень важно осознавать, что есть ли у вас достаточные ресурсы для того, чтобы работать над тем, чтобы мобилизовать ресурсы других людей. Потому что есть ситуации очень часто, когда в начале краудсорсинга проект очень успешный, но потом постепенно сходит на нет. Первые две недели, первый месяц про него пишут, про него говорят, но потом привлечение аудитории к вашей задаче становится все более и более сложным. И надо осознавать, что подобная динамика существует и быть к ней готовым. На этом я заканчиваю. Спасибо большое за ваше внимание. То, что я хотел обрисовать какие-то общие черты вокруг краудсорсинга, которые в чем-то могут помочь вам работать над вашими проектами. И что действительно важно критически относиться к этому понятию и понимать, что краудсорсинг это не какая-то волшебная палочка, которая решает проблемы, а достаточно интересный с большим потенциалом, но вместе с тем сложный инструмент, который надо разрабатывать, осознавая те вещи, о которых я говорю. Спасибо за внимание.